Десантники Там, где мы, там победа. Летопись десантных войск говорит сама за себя. Так было в Великую Отечественную во множестве локальных конфликтов. В мирное время равнение на десантные войска держит на учениях и маневрах. Она мне дала путевку в жизнь. Я узнал, что такое армия, что такое прыжки, разведвыходы. Я участвовал в учениях ДНЕБ в 1967 году. Шесть округов военных там были. Потом мы были в Киеве. Парад. Участвовал на параде. Благодарность от Брежнева. Десантные войска еще называют войсками дяди Васи. Василий Филиппович Маргелов, фронтовик, получивший девять ранений. Один из многих командующих ВДВ. Но именно он остался в солдатской памяти основателем отборных войск. Кстати, знаменитые десантные тельняшки ввел именно он, чтобы его бойцы равнялись на бесстрашных черноморских моряков. Десантная школа дает хорошую закалку для военных полигонов, а позже успехов в гражданской жизни. У нас тоже очень много работают ветераны ВДВ и показывают достойный труд. Не только в выполнении поставленной задачи перед Родиной, но и на трудовом фронте. Хотелось бы пожелать вам крепкого здоровья, чтобы это голубое небо, которое сегодня над нами, оно всегда было мирным. В честь дня ВДВ поздравительный адрес от генерального директора «Металлоинвеста» Андрея Варичева был передан Железногорскому совету ветеранов Афганистана. В этой стране свой интернациональный долг выполняли тысячи десантников. Субтитры создавал DimaTorzok